Славься, Отечество, Наши свободные! У мемориала Героической обороны Севастополя волонтёры Победы, представители администрации города, ветераны войны. Здесь дан старт международной акции «Георгиевская ленточка». До 9 мая в общественных местах Севастополя с 10 до 12 часов будет раздаваться оранжево-чёрный символ Победы. Знак победы, знак правды, знак дань уважения и памяти, это говорит о том, что мы сохраняем историю, мы передаём эту историю дальше и самое главное, что ценим. Сейчас в городе 80 волонтёров, но это не предел. Каждый желающий от 14 лет, конечный возраст не ограничен, может присоединиться к движению. Для этого нужно зайти на сайт «Волонтёры Победы РФ». В разделе мероприятия найти «Георгиевская ленточка» и подать заявку. Для большинства волонтёров, в том числе и для меня, история Великой Отечественной войны – это история и моей семьи. Я их помню, знаю их подвиг. И в том числе и прикрепляя «Георгиевскую ленточку» у себя к одежде, у сердца, я вспоминаю и отдаю дань памяти своим прадедушкам тоже. Мария Салум стала волонтёром Победы в Севастополе недавно. Рассказывает, имеет шестилетний опыт патриотического волонтёрства в Сирии, откуда девушка приехала в январе этого года. С Россией её связывает героическое прошлое деда, дошедшего в Великую Отечественную до Берлина. А теперь и учёба в университете. Вспоминая, как участвовала в аналогичной акции в Арабской Республике, Мария радуется, что россияне и сирийцы, несмотря на разный менталитет, очень похожи. Самая масштабная акция там проходила в университете Альбас в городе Хомс. Собралось около трёх тысяч человек. И через день, и через два дня весь город ходил с георгской ленточкой. Для меня это была большая радость, когда я вижу, что все носят, и никто не оставил её дома. Сирийцам очень была нужна помощь, и Россия поступила как настоящий друг. Это дым, это слава, это доблесть за Родину. Я буду носить георгиевскую ленточку с гордостью. Ирина Шестерякова, Сергей Котляренко, Новости Севастополя.